Пациенты смогут просматривать информацию об оказанном лечении на портале госуслуг. С 1 февраля поликлиники в России смогут отказаться от бумажных медицинских карт и перейти на электронный документ и оборот. Новые правила начнут действовать и для предпринимателей, автовладельцев, и даже для пользователей соцсетей. Сейчас коротко об изменениях, которые с завтрашнего дня вступают в силу, и о том, на что следует обратить внимание. Теперь покупателям будет проще расшифровать перечень приобретенных товаров, услуг, их количество, а также стоимость. Эту информацию всем предпринимателям необходимо указывать в кассовом чеке. За нарушение предусмотрен штраф до 3000 рублей для должностных лиц и до 10 для организаций. В середину февраля восстановленное молоко будет признано молочным продуктом. До этого высушенное, а потом разбавленное водой молоко маркировали как молочный напиток. Отмечается, что требования техрегламента почти ничем не отличаются от требований к обычному питьевому молоку. Разве что восстановленный напиток может быть сладковатым и иметь привкус кипячения, а также недостаточно выраженный вкус и запах. И теперь добросовестные производители могут в открытую указывать его в составе молока. Также с февраля повысится сбор, который водители большегрузов платят за проезд по федеральным трассам. Тариф составит 2 рубля 34 копейки за километр. Тюнинговать свою машину станет сложнее. Речь идет об установке дополнительного оборудования, а также переходе на газовое устройство. Теперь владелец автомобиля обязан обратиться в специализированную лабораторию и получить заключение испытательного центра. Протокол проверки обязательно должен быть занесен в специальный реестр. Только после этого автовладелец со всеми документами может обратиться в ГИБДД для получения разрешения. К тому же с весны по-новому начнут принимать экзамен на водительские права. Например, планируется отказаться от площадки. Впредь в интернете нельзя выражаться нецензурной лексикой. С 1 февраля соцсетям, которые посещают свыше 500 тысяч пользователей в сутки, придется блокировать запрещенный контент. Помимо МАТа под запретом находится публикация детской порнографии, насилие с участием несовершеннолетних, призывы к самоубийству, продаже алкоголя онлайн, реклама интернет-казино, наркотиков, размещение экстремистских материалов, в том числе призывы к массовым беспорядкам и участию в несогласованных акциях. Контролировать действия сайтов будет Роскомнадзор. Наличие противоправного контента грозит немаленьким штрафом как администрации, соцсетей, так и пользователям.